Я вспоминаю те газеты. Может быть это и правда так? Я побледнел. В тот момент мне было очень грустно. Мне было так грустно. Так грустно, что я... Я не мог даже представить себе, как это могло быть. Продолжаю спрашивать себя, как это могло быть. Я видел все газеты. По утрам я получаю много газет, я просмотрел их все. Как же такое могло случиться? Как же это могло случиться? Сказал я. Я просматриваю газеты в поисках ответов на вопросы. А потом, после этого, зазвонил телефон. Он назвал имена всех газетчиков, которые звонили ему. И спрашивали меня. Я даже не знаю, я все еще что-то подозреваю. И я подумал. Может быть это его новый фильм, который выходит на экраны. Тогда я задаюсь вопросом. Нет, этого не может быть. Это не бульварная пресса. Подводя итог. Смерть Брюса Ли потрясла меня так же, как и жителей Гонконга. Очень опечалило. Да, не думаю, что он чего-то не знал. Он был молодым, замечательным человеком. Не так ли? У него было так много перспектив. И умереть вот так. Особенно потому, что я был с ним с тех пор, как он был ребенком. Рука об руку с ним, в буквальном смысле, можно сказать рука об руку. Например, вместе обедать, вместе ходить в кино, гулять и все такое прочее. Так что я не верю, что он мог пойти туда в таком юном возрасте. Продолжение следует...